В общем, ребятки, я заболела, у меня отменили рейс, случилось всё, чем меня пугали, но ничего страшного, всё это поправимо, потому что заболела я не коронавирусом. В этот приезд я сдавала, значит, до приезда, я сдала в Швейцарии, получила отрицательный, по прилёту я сдала сразу же на следующий день, получила отрицательный. И потом, на всякий случай, потому что я чувствую, что у меня насморк, у меня, ну, знаете, голова болит и т.д. и т.п., я пошла сдала анализ крови, потому что там сказали, что носоглотка, ещё, ну, не факт, что не ложноположительный, не ложноотрицательный, по крови у тебя всё будет видно. Кровь тоже отрицательный. И вот сейчас я получила последний, четвёртый за эту неделю тест, тоже отрицательный, все в разных клиниках были, поэтому всё, можно вдохнуть спокойно. И сегодня уже вылететь. Какие цены суперские. Не могла вам не снять эту прелесть, я не видела у нас в Калининграде в аэропорте такое, смотрите, букеты. Сколько стоит? Тысячи пятьсот, две тысячи? Ой, ну отлично. Кто забыл? Очень красивый аэропорт. Ты видела букеты цветов? Так, здорово. Какой красивый аэропорт сделали, новенький, а? Кофетин. Так, пойдём искать регистрацию. Янтарик здесь таких же сумасшедших денег стоит, да? Кто не знал, Калининград, а, смотрите, даже машина старая, красивая. Кто не знал, из Калининграда, в Калининграде, в области добывают девяносто процентов всего мирового зентаря. То есть это самая такая огромнейшая добыча в мире. Так я говорю, сама смотрю, поэтому... Где у нас Москва? Здесь? Вот, здесь тоже. Я же слепуешь, пойду спросим. Смотрите, какая у нас красота в аэропорту, я даже не видела. Молодцы сделали, хорошо очень. Пробещаем рапорт. Рассказываю, что произошло. Накануне вечером я проверяла свою электронную почту совершенно случайно и увидела письмо от Аэрофлота, что мой рейс отменили. И всё, без всяких пояснений, что его перенесли или что я лечу на следующем рейсе, просто что его отменили. Меня затрясло, я уже понимаю, что всё. Все прогнозы, все то, что мне тут обещали, накаркали в комментариях, что я не улечу, что я застряну. Позвонила сразу же в Аэрофлот. Мне сказали, да, вас уже пересадили на следующий рейс, который будет в 9 утра. А у меня этот рейс был стыковочный. То есть я тогда не успевала на рейс Москва-Милан. Я ему говорю, девушка, вы видите, что у меня второй перелёт должен быть, я на него не успеваю. Она говорит, ой, да, я не заметила. Ну хорошо. Говорит, тогда мы можем вам через день или через три дня предложить. А у меня всё, у меня Рождество завтра. Я всё подгадала, чтобы быть на Рождество с семьёй. И я говорю, давайте поищите тогда, чтобы я вылетала раньше. Она мне очень долго всё искала. В итоге нашла, чтобы я вылетала. Я должна была вылетать в 3 часа ночи, в 4. А мы нашли рейс на 7 часов вечера до этого. В принципе, мне было даже удобнее. Потому что из-за их задержки, из-за их отмены, значит, они мне должны были предоставить номер в отеле. Я хотя бы выспалась бы. Потом, когда я приехала сюда, в Калининград, на регистрацию, почему-то не смогли меня зарегистрировать на второй рейс. И девушка сказала, ну вы там разберётесь в Москве. Обратно лечу тоже одна на трёх сиденьях. Такой сегодня ужин. Яблоко. Маленькое сэндвич. Шоколадка. Тот билет мне второй так и не поменяли. Мне сейчас нужно найти какую-то кассу аэрофлота. И чтобы там не поменяли билет или дали. Только после этого разбираться с отелем. Это, короче... Спасибо огромное. Здесь тут же самое, соответственно, нужно будет пройти регистрацию вам на рейс. Это в терминале Белжио с утра. Ага. Стойки с 80 по 90. Хорошо. Так, сейчас едете в гостиницу. Ага. Гостиница Новоты. Вы спускаетесь на первый этаж, выходите на улицу и ожидаете микроавтобус Новоты. Скажите, пожалуйста, у меня просто при перелёте то же самое было, но я ждала час автобуса. Сказали, что можно пешком дойти. Да, Материнска выезжает по нулям из гостиницы. Ага. Соответственно, здесь он будет минут в 10-15. Так, сколько времени? А если пешком дойти... А если пешком вы не знаете, там сказали, что пять минут пешком дойти по какому-то туннелю, нет? Нет, это не здесь. Нет? Это на другой стороне, это где терминал Д он находится. А, то есть, когда я завтра пойду, то я могу пешком дойти, да, там близко? Можно пешком пойти. Вообще в 8 завтра, вот в 8.30, в ней... Должен выехать, да? Ага. В терминал Д поедет 8.30 машина. Хорошо, поняла. Может, на рецептене ещё уточнить? Угу. Терминал Д 8.30. Это 30-ца. Спасибо вам огромное. Сейчас вы пока ожидаете, вот ваучер 600 рублей, вот там вот 3 КП. Может, вы туда сходите, когда пока ждёте, что-нибудь походите. Хорошо, а там билет уже завтра получу, да? Да, на регистрацию. Спасибо вам огромное, вы меня очень выручили. Хорошо. В общем, ребят, меня тут так долго то в одну кассу, то в вторую отправляли. Мне кажется, я сейчас приеду в отель, вам всё расскажу. Да, опять я заселяюсь в отель. Видимо, я такой счастливый человек, что бесплатно по отелям гуляю, остаюсь. Дали мне ещё ваучер в кафешке, что-нибудь купить. Так, милейшая девушка сделала мне имбирный чай, твикс, и сказала, у меня 100 рублей оставалось, там нельзя им там что-то менять. Так, подождите, сейчас я опять запутаюсь с этим дурацким выходом. Сейчас, давайте сначала выход найдём. И она мне дава ещё яблочко. Мы сейчас с вами из окошка посмотрим, здесь земля или не земля. Потому что я плохо понимаю в этих аэропортах, что нужно куда спускаться. Иногда ты поднимаешься на третий этаж, и там только земля. Так, парковка, автобус. Всё на посадке. А, в гостиничный транспорт. Мы с вами прям с первого раза всё нашли. Даже не верится. Лучше на улице чай попью, а то фиг его знает, когда там приедет это всё. Да? Я думаю, на улице можно будет хоть без маски это всё попить. Дело. А, так, блин, нет, всё равно мне спускаться нужно. Смотрите, куда мы с вами опять не туда едем. Да что ж такое? Так. Обратно ехать. Не знаю, куда я пришла. Честно. Но вроде мы личный. Что так всё хорошо продолжалось, а? Что зона посадки где-то была? Блин. Попробуем здесь. Выход. Я ж потом обратно не зайду. Ёбра, сады. Я ж обратно не зайду. Куда мне? И куда мне? Как мне отсюда проходить? Куда? Мне туда надо. Я оттуда ушла. Чёрт. Мне сейчас не хватит времени всё это обратно пилить. Что ж такое? Куда меня понесло? Ёбра, сады. Тем временем осталось 10 минут до этого автобуса. А я тут вообще пройду-то хоть? Зачем же так делать? Я там не пройду, да? Нифига. Там какие-то эскалаторы. Короче, я бегу обратно. Ой, то, что у меня времени нет вообще. Сейчас за 5 минут нужно. Короче, я добежала сюда. И меня что-то ждут, ждут. Автобус уже 20 минут всё нету, как в прошлый раз. И постоянно останавливаются таксисты и спрашивают. Или даже подходят и спрашивают, что давайте по цене Яндекса вас довезу. Но, короче, что-то мне не нравятся они. Да, кстати, кто мне сказал, что там можно пешком дойти? Насколько я поняла, до терминала Б можно пешком дойти. Или, да, короче, до какого-то можно пешком, а до какого-то нельзя. Ну что, я опять здесь. У меня какое-то дежавю. Даже номер похож. А, нет, мне теперь дали с одной кроватью. Короче, девочка такая... И даже с диванчиком мне что, полулюк стали? Девочка такая милая на рецепшене. Мне сегодня одни милашные девочки попадаются. Ещё зубной набор дала. Сейчас вам всё расскажу. Пока буду всё это снимать. У меня сегодня прям... Знаете, я всегда супер милая со всеми. Я прям подхожу, здравствуйте, добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Всегда говорю, ой, простите, пожалуйста, а вы мне не подскажете. Я всегда очень вежливая. И когда ты вежливая... Короче, мне, когда последнее переделывала девушка, сказала, что у меня там нет этого билета до Милана, нужно искать. Она мне даже ваучер дала, чтобы я кофе попила или чаю что-то скушала. Устал. Ну, всё, чуть-чуть осталось. Короче, я, наверное, приму ванну. Как вы думаете, хорошая идея? Мне кажется, отличная идея. Сейчас всего лишь час ночи. Почему бы не принять ванну? Стукай на мой рюкзак. Я сейчас вам его открою. Тут шампаток. И здесь, короче... А, ну это моя лекарство. И здесь просто всё. Амели вещи. Вот там купила ей ботиночки, игрушка. Какая-то вот такая прикольная она. Короче, весь забит только для Амели всем. Носочки. Там просто зимняя куртка, зимние штанишки ещё. Я, по-моему, даже из косметички всё... Вон, видите, в рулонах. Из косметички всё вытащила, потому что у меня ничего не влезало. Всё, пытаюсь поспать. И завтра снова в бой. Будем смотреть, что они там потеряли мой билет опять, а? Безобразие. Всё, обнимаю вас. Спокойной ночи. Мои дорогие, доброе утро. Спала я ужасно. Хотя... Номер. Кровать шикарная. Что делай? Спи на здоровье. Не могу. У меня прям проблемы со сном. Поэтому проспала я, наверное, часа два. Два с половиной. Чувствую себя так себе. Ну, ничего. Пойдём попьём кофе. И... И поедем в аэропорт. Потому что я была немного приболевшая. Я думала... Я боялась, что приеду домой, к дочке, буду приболевшей. Но вроде как сейчас нет соплей, нет чихания. Народов перепьет просто. Короче, я уже не успевала. Я пошла в этот приорити. Блин, ладно, рассказываю правду. Я по своей слепоте... Так, сейчас, подождите, нужно найти выход. Выходы на посадку. Я по своей слепоте не увидела, что там стоит приорити. А стояла 40 минут. Здесь какой-то коллапс просто. И мне ничего не спросили. Боже мой. Ничего не успеваю. Оказывается, по аэрофлоту можно за 6 часов регистрации. Я бы думала, что только международные рейсы. Так. Это жесть какая-то здесь тоже. Это просто кошмар. Короче, ребят, это был какой-то кошмар. Я реально не ожидала, что будет настолько много народа. Все, кто вылетает аэрофлотом, помните, что регистрация можно за 6 часов начинается. Поэтому приходите пораньше. Мне пришлось... Ну, я, если честно, не заметила с самого начала, что там была скайп приорити. И после того, как я уже 20 минут простояла, я увидела, что это скайп приорити. Поэтому мне пришлось... Я уже заготовила речь. Блин, а где 24? Я уже заготовила речь, что, если что, мне там что-нибудь скажут, что вы меня и так гоняете уже 2 дня, отменяете мне все рейсы. У меня багажа нету из серии. Ну, ничего, меня даже ничего не спросили. Меня сразу же зарегистрировали все. Так, посмотрю, что пишут. Как далеко. Хотела сначала в этот... Хотела купить что-нибудь, а не в подарок. Его родителям привезти. Из дьюти фряга. Ой, это кошмар. Ну, ничего, все. Я скоро буду дома с моей малышкой, с мужем. Где это 24? Все. Там ничего не поменяли, хоть выход-то. Парк, один из самых молодых в мире. Сегодня мы с вами выполняем полет по маршруту Москва-Аэропорт-Шереметьево-Милан-Аэропорт-Мальпенцер. Курочка с макаром. Курочка с макаром. Курочка с макаром. Задержали нас. Я еще во втором автобусе. Я вообще самая последняя сейчас буду. Все куда-то убежали. Так быстро. Так, а где паспортный контроль? Боже мой, я вообще туплю. Так они все быстро бегают с сумками на каплуках. И я, как черепаха. На таможне вообще взяли, утекла. Все посмотрели, мой вид на жительство. Все прыгают, прыгают, прыгают. Быстрее, быстрее. О боже мой, это что? Понятно. Еще какая-то фигня. Я думала уже все закончилось. А нет. Тут еще какая-то жесть. А нет. Еще раз. Еще одно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы подъезжаем к границе с Италией. Вообще никого нет. Why are we in the car? Ничего у нас не спросили. Вообще ничего не сказали. Я не отрядила тест еще один на ковид. Дом, милый дом. Все, подъезжаем. Посмотрите, какая у нас красота. Субтитры сделал DimaTorzok Мои садки, подожди. Я тебя люблю, я тебя люблю. Я никогда не видела, сколько подарков. Она немного спит, потому что она не спит. Вау! Как красиво! Красиво? Красиво! 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 Красиво!